На этом коротком уроке мы с вами поговорим про шестую и седьмую страницы трактата Кедушин. И здесь опять технические детали о том, как правильно сказать слова Кедушина и в случаях, когда он сказал что-то необычное, в каких случаях это засчитывается, в каких нет. И в частности я приведу парочку интересных примеров. Да, это все здесь речь идет пока что про первый вид Кедушина, Кедуши Кесов, то что называется Кедушин через что-то, что он ей дает. Другие два вида Кедушина будут обсуждаться позже в наших сугеях. Так вот, обсуждается здесь в том числе, если она была должна ему деньги и он отдалил время, да, сказал что он не будет с него требовать выплаты долга до какого-то времени больше положенного. И за это удовольствие, которое она с этого получает, что ей не нужно будет платить долг какое-то время лишнее, да, это вроде стоит как минимум пруту, то удовольствие, что она получит таким образом. Он хочет, соответственно, этим ее Микадыш. Мы уже сказали, что когда он ей что-то дает, стоимость пруту не всегда должна быть какая-то вещь даже. Бывает, что какое-то удовольствие, что-то, что она получила, что тоже стоит пруту, может тоже засчитаться. Еще будет множество примеров подобного. Один пример, который мы уже приводили, который еще будет на следующей странице подробнее, это когда даже она ему дает что-то и удовольствие в том, что он принял от нее подарок, такой важный человек, который не от всех подарок принимает. Бывают другие случаи, когда он ее, например, спасает от чего-то или тому подобное. В случаях, когда он не обязан был это делать и это стоит чего-то, да, или какую-то работу проделал, бывает, что кедушин срабатывает. Ну, это все не так просто, это очень запутанные темы. Так вот, в том числе, в данном случае, если он сказал, что он не кадыш ее за то, что он удовольствие, которое он получит от того, что ей не нужно будет выплачивать долг, какое-то время лишнее, это говорится, что кедушин таки работает так, но нельзя так делать, потому что это выглядит как процент, как своего рода ревит. То, что Тора запрещает брать, да, с должника что-либо. В данном случае он ее микадыш тем, что она, что он не требует с нее заема назад, да, не требует долг назад. Он ее микадыш этим, ну, получается, что это выглядит как процент, что она как бы ему заплатила процент тем, что стала его женой. Вот. Еще интересный вопрос, который, кстати, касается не только темы кедушина, но и многих других тем, а именно матана аминатлихахзир. И тут сначала Рава утверждает, что почти никогда это не работает, это значит подарок с условием, что потом его вернут. Но выходит в результате, что почти во всех остальных случаях это таки срабатывает. Только в случае кедушина нельзя так делать, чтобы муж дал ей кольцо, а потом она вернула ему назад. Да, жених, допустим, если дал ей кольцо, с условием, что она вернет. А вот в остальных случаях, допустим, так на самом деле люди поступают, когда нет достаточно четырех растений, например, этроги в дефиците в данной стране. И так поступали из поклонников все. В ашкенавских странах Европе очень трудно было достать этроги для каждого на суккот. Вот, поэтому давали Матана Альминатлиахзир, подарок с условием, что вернешь назад. Потому что нужно в первый день суккота и, возможно, во второй вне земли Израиля, чтобы четыре растения были двоими. Но как, чтобы они были двоими и другими, чтобы каждый член общины имел в своем владении этот этрог? Так они его передавали из рук руки и давали с условием, что вернешь назад, как бы каждый дарит другому. Вот. И даже Пидион Бихор по букве закона Матана Альминатлиахзир срабатывает, как здесь, получается, заключает Гемора, что если выкупишь первенца у Коэна, и он потом вернет тебе эти деньги, эти пять шакалин, то это сработает. Хотя, на самом деле, многие постки против этого. Игра тоже был против. Потому что часто люди не дают по-настоящему подарок. Когда они, когда знают, что им вернутся эти деньги назад, то они не делают это от чистого сердца, что ни принимающий, ни отдающий не имеют в виду по-настоящему это сделать искренне. Поэтому не стоит, да, стоит раз в жизни такая редкая митва выкупить первенца. Сколько это может стоить? 50 долларов, 70 долларов? Сколько сегодня стоит? Пять шакалин, да, около 90 где-то грамм серебра. Не так уж дорого. Вот. Поэтому лучше один раз в жизни, у кого представилась эта возможность, не у каждого есть первенец, мальчик родился первым. Но если такая возможность редко представилась, хотелось бы уже выкупить его так, чтобы точно это было кошерно. Теперь, на седьмой странице еще много разных вариантов рассматривается, когда задействовано три человека. Кедушин, как бы, который основан на том, что что-то кто-то передает, но не всегда он ей дает. Вот. Мы уже обсуждали случаи, когда она ему дает, а есть еще случаи, когда третье лицо задействовано. Например, один из примеров, что женщина сказала мужчине, дай, допустим, 100 долларов такому-то, такому-то, и я буду тебе мекудешить через это. И он действительно так сделал. И сказал, говорит, мекудешит ли через то удовольствие, что ты получил, что я послушал за тебя и подарил такому-то 100 долларов, например. Вот. Такой, например, вариант срабатывает, оказывается. Ну, разумеется, никто так и души не делает, поэтому это все теория. И множество других вопросов здесь явно теоретически. Например, если человек дает кедушин наполовину, говорит, я половину тебя делаю, мекудешит, или наоборот, ты мне мекудешит наполовину меня, да, или вариант, когда у, допустим, кого-то было два сына, и они, видимо, сделали его посланником, чтобы он им мекадеш, да, нашел им невест. А у другого две дочери, и он дал, соответственно, второму пруту на сразу мекадеш, да, допустим, у старшему сыну твою старшую дочь, а младшему младшую или что-нибудь в этом роде. Да, разумеется, все это никогда не происходит, это все теория, но, как я уже говорил, Хазар очень любили такие вот редкие теоретические примеры. И я на этом закончу. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк, и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал.